Сайлент Хилл Сайлент Хилл 5 Homecoming Его все отдали на аутсорс команде The Collective Известной разве что игрой по коду Da Vinci К нам попала самая первая версия игры с одним уровнем Чтобы мы могли хоть немного взглянуть на новый проект серии Ну и разумеется показать его вам Как и говорит название Homecoming Сюжет игры рассказывает о приезде домой одного из жителей Сайлент Хилл Который застает город в момент трансформации Когда далеко не все жители еще покинули его или пропали без вести До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за путешествие. У него постоянно происходят флешбеки. Словом, чувствуем мы себя как дома. Я не говорила с никого. Я не планирую на протяжении с нами. О, ну, я надеюсь, что вы получите возможность общаться с Эл. Я уверен, что она любит тебя видеть. Она еще здесь? Конечно. Знаешь, как это выглядит. Никто не уйдет этого места. Да, я думаю. Эта городка очень спокойная. Эта городка изменилась. Да. Не для лучшего, я боюсь. Вы должны домой. Смотреть твою мать. Может, я увидев тебя позже. Вы выглядите хорошо, кстати. Спасибо. Кстати, с увеличением количества NPC, а следовательно и диалогов, появилась возможность выбирать вариант ответа. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Да. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Как, лет назад? Я думал, что я помню, что я здесь был. Ты прав. Все часто остаются в одном месте вокруг здесь. Я думаю, что это время мы сняли это, да? Как Эл? Я не видел ее в годы. Все не было так легко для Эл, Алекс. Она сильная девочка. И я верю, что она будет хорошо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Она всегда спросит о меня? Я думала, что вы тоже были просто друзьями, Алекс. Мы. Мы. Я просто спрашивала. Да, Алекс, она. Я думаю, что она очень многое потеряла. Довольно скоро главный герой добирается домой. Здесь его ждет много воспоминаний, мать и плохие известия. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzок Мама, что происходит здесь? Что случилось? Мама... Я мисс твоя брата, Алекс. Смотри, я его найду. Я надеюсь, он в проблеме. Я надеюсь, что он в проблеме. Не волнуйся. Я найду Joshua. Мама, твоя dressа... Что это было? В подвале. Теперь нам предстоит целая цепочка действий, чтобы откачать воду в подвале и выйти на задний двор. Конечно, перелезть через забор герой не в силе. В подвале же нас ждет встреча с первым монстром. Джош? Джош? Вх... Kara... Вх... Вх... Мама... Вх... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока боевую систему игры оценить не удалось, но она явно продвинулась относительно предыдущих частей. Включенный фонарь привлекает противников. Теперь камера автоматически меняет ракурс во время боя. Можно уворачиваться от атак. Есть какие-то контекстные моменты. К сожалению, на одном типе противника оценить все это нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После выхода во двор ознакомительная версия оканчивается. Делать выводы пока рано, однако мы совершенно точно можем сказать, что нам не нравится техническое исполнение игры. В эпоху Некстгена коллектив лепит нечто, что выглядит хуже второй и третьей части, не говоря уж о дизайне. Если на секунду вспомнить, насколько шедеврально была с визуальной точки зрения сделана третья часть, то становится совершенно непонятно, о чем думали разработчики Хоум Комминг. С другой же стороны, нам понравилось то, как коллектив поступили с историей. Так что выводов делать не будем и подождем новые версии, которую захотят продемонстрировать нам разработчики. Субтитры создавал DimaTorzok